Девчонки, ну что, зацветет ли у меня, даст ли бутончик и моя тяпочка? Привет! Ой, я смотрю под ноги, куда я иду. Среда, 15 апреля. Я сегодня просулась, как всегда, рано, но я успела сделать утром два видео. Два видео и выставила, одно с маской, второе, быстренько, что там сказал Макрон. Сейчас я иду в теплицу, буду открывать теплицу, но не думаю, что я буду выносить сегодня свои растюшки. Вот смотрите, вот туда на деревья, смотрите, у нас, видите, какой ветер. Смотрите, смотрите. И растения, они очень, это, ой, у меня там все попадало. Смотрите, какой ветер, вообще обалдеть. Поэтому я открою теплицу, а выносить я их сегодня пока не буду, во всяком случае. Я их вчера палила хорошо, сейчас посмотрим, как они себя чувствуют. Так, а чувствую тебя, мои растюшки, очень хорошо. У нас 18 градусов, посмотрите, в теплице. То, что надо. Мне холодно, не жарко. Тут еще солнышком подогреется. Смотрите, помидоры, так как мы поставили им вот эти палочки, тюйтойры, они стоят у меня на полу. Вот, смотрите, базилички мои. И вот моя рассада, которую я планирую после обеда распикировать. И пикировать, не знаю, если будет такой ветер, то буду тоже. Смотрите, как хорошо сидит кабачочек мой. Один-единственный белый кабачок. И всем цветам здесь хорошо. Эти интересные какие-то, эти мои кабачки, которые посадила, стоят на длинные лапки. Слушайте, никаких тебе листочков. Кстати, нужно принести мне кабачки, которые я на ваточке намачивала. Они там уже проклюнулись. Нужно тоже посадить. Ну, этим вообще красавцам великолепно. Посмотрите, как стоят такие, как все. Короли и королевны. Перцы и баклажаны. Все, мои хорошие, я побежала. Сейчас я буду готовить кушать. И, наверное, даже вам покажу, что я буду готовить кушать. Девчонки, короче, я опять в саду, после обеда, послушайте. Смотрите, там у меня Марис, он там стрижет травку. Смотрите, такой. Он не понимает, в чем дело. Ди бонжур. Смотрите, он там, он мне оставил треугольничек. Он говорит, каждый раз, когда я говорю вам здравствуйте, собака прибегает. Собака, слушайте, скучает конкретно. Смотрите, смотрите, какой у нас тут остался треугольничек с маргариточками. Здесь, смотрите, постриг. О, Витовы! Смотрите, я здесь не смотря ни на что, потому что мне не разделились. Я потеялась у них буквально 10 штучек белого лука. Пускай растет, это у меня будет на перо. Я когда буду готовить, чтобы мне далеко не бегать, раз, такая, выскочила. Красивый такой треугольничек получился, да, девчонки? Девочки, короче, погода шепчет, работать не хочется, а надо. У меня что-то сегодня, смотрите, уже розы у меня тут начинаются. У меня пикировка томатов что-то не идет сегодня. Во-первых, с землей проблема. Этот хорошо куст будет свести, конечно. Он всегда очень хорошо цветет, сам по себе растет. Я за ним практически не ухаживаю, честно вам скажу. Здесь вот, видите, у нас тоже сирень девочки. Большое вам спасибо за сирень. Я же и по черепе себе сказала, чтобы она в горячую воду поставила. Я сама поставила. Почти в кипяток сахарку добавила. Слушайте, вон четвертый день стоит на улице, чайка летает. Смотрите, как красиво. Так гольф смотрится, да? Через сиреньку. Вот я бы только ходила бы и снимала, снимала бы и снимала, ходила бы и снимала. А вот работать мне не хочется. И как-то я то ли подустала немножко, то ли что. Смотрите, какая красота на фоне неба. Вот такая у нас погода стоит. Обалдеть можно. Небо голубое. Вообще. Вот видите, сколько новых шишечек. Надо бы сходить где пониже. Может быть, я насобираю. Вы же мне там говорили, что это вкусно делать. Вареница. Ире сегодня писала. Ира себя чувствует слабенько. Я говорю, Ира, у тебя, наверное, корона была. И есть еще и продали больничный до 26 апреля. Прямо сразу. И она говорит, очень себя плохо чувствую. 10 минут похожу. И все, уже осталось. Там она травки пьет. Короче, говорит, пойду еще шишек. Собираю, заварю себе чайку. Я говорю, Ой, Ира, слушай, ты меня напомнила. Вот отсюда тоже красиво вот так вот смотрится. Такое вот, когда солнышко. Смотрите, как все жилищи авиакли солей, да? Дэсси, смотрите. С этой скалье. Красивая такая картинка. А выксу пьи, да? Вообще красиво. Смотрите, как хорошо смотрится. Так издали даже. Жиди уфейка, живи патровае в журне. Ой, 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 сеса. Да. До Катиду Рута, то вы как у меня идеальные мишлии? Или я мимо покерю Катиду Рута? Я ему говорю, ты видел, сколько фруктов? Мушмулы. Игорь? Он говорит, мне можно ли продолжать? Я говорю, ты наоборот, я жду, когда ты начнешь. И как ты пойму, что ты не начинаешь-то? Он труженик вообще, вообще труженик. Стройняк такой, господи. Все, я зашел девички ко мне в спальню. Он уже тут хотел побегать по гольфу с утра. А там рабочие приехали, это уже стричь, гольф. Он говорит, я не смог даже побегать. Вот, зашел такой весь в черном таких, знаете, в таких лосинах. В такой своей кофте, такой в обтяжку в черный. Господи, скелет, девочки, я вам клянусь, просто скелетища. Ну, по сравнению со мной, конечно. Ну, а что, девчонки, женщина. Я женщина в теле. Ну, я не поправляюсь, девочки. Я не худею, но я и не поправляюсь. Вот, я стараюсь. Я, конечно, вообще ничего не соблюдаю, но... Ну, как-то совсем не соблюдаюсь. Берем чуть-чуть, конечно. Ну, так, не чтобы очень. Все, девочки, хватит. Я вам одно и то же показываю, показываю. А еще пришла. Вот, принесла. Буду вот таким удобрением удобрять в своей пеларгоне. Оно специальное удобрение для, видите, для гераний. Гераниум и цветы написано. Вот, поэтому я же вчера их хорошенечко пролила, эти цветочки. А теперь уже буду вечером чуть-чуть попозже удобрять. И, смотрите, я вынесла свои суккуленты шикарные. Им уже так было, слушайте, жарко в теплице, что я решила их вынести на улицу. Полила их, пускай стоят. Надо будет заняться. Ну, надо будет заняться. Я в том году так и не занялась. Посмотрим, когда я этим займусь. Все, мои красавицы. День закончился. Еще один день. Дурдом. Я сегодня подлила удобрение. Но удобрение такое, вы знаете, слабенькое-слабенькое. Там формула 3, 2, 5. Вот, поэтому не знаю, что это даст. Ну, так как еще весна, еще вот. А я их только вынесла из теплички. Только вот я их тут еще, они вот у меня акклиматизируются. Поэтому нормально будет. Нормально. Вот, суккуленты я показывала, что я вынесла. Я вынесла сегодня бегонии. Вот здесь вот видите, в серединке одна бегония. Не знаю, будет она расти или нет. Но у меня вот есть на запас, смотрите. Опля. Это где-то кусочек отломался. Я, видно, ее в воде подержала, корешки пустила. А вот это, смотрите, какой хороший горшочек. Прям свеженький. Девочки, они у меня уже третий год. Уж не знаю, на следующий год буду я их сохранять или нет. Но в этом году я их не покупала. Они у меня вот там на балкончике висят. Цветут очень пышно все лето. До самых заморозков. Заморозков не переносят вообще. Ну вот. Сейчас я закрою тепличку. Спокойной ночи, малыши. Ну, тут такие малыши уже, которые, вон, не помещаются в своей кроватке, да? Вот, девочки, посмотрите. Вот я распикировала сегодня томаты. Рассада слабенькая. Совсем слабенькая. Ну, я думаю, что пойдет она. Еще 15, а то и больше дней, пока мы будем высаживать землю. Потому что будем ждать вот этих вот заморозков. Таких последних летних. И вот здесь вот тоже, видите, такая малюсенькая совсем рассада. Вот это вот еще не рассажено. Но из этих вот здесь у меня перцевидные и томаты груши. Это сердце бычье. Такой формы груши я заберу. Остальное, девочки, не буду я ничего высаживать. Не надо мне столько. Поэтому все, спокойной ночи вам, мои хорошие. Я пошла. Сегодня среда. И, девочки, я так понимаю, что у меня пока страда. Пока у меня посевья, посредом не буду делать прямые эфиры. Либо он будет подданный вот так вот в течение дня, когда у меня время будет. Я вот сегодня все в 6 часов хотела пойти сесть на это. На террасу я хочу с вами посидеть. Сейчас шляпу, смотрите, у меня на бекре. Не могу поправить, только занято. Ну вот, поэтому, ну, то, что уже не в силах, я не могу делать. Хотя, в принципе, я могу сейчас помыться, собраться. Сесть на прямой эфир, ну, где хорошие мои. Хочу, хочу. Мне тоже надо немножечко отдыхать. И вот я здесь вот досюда, я все удобрила. Вот этот вот участок, видите. Вот это у меня уже пеларгошку я потихоньку переношу. Потому что я жду, пока у меня трава взойдет и закрепится. Потому что я не могу выставить вот сюда. Смотрите, сейчас я вам покажу. Сейчас, ой, переключусь, хорошие мои. Не могу вот здесь оформить лестницу. Заставить пеларгониями. Потому что буду ходить через нее. Пока там травка не зарастет. А посмотрите, какая шикарная вервена. А цвет какой. Прямо цвет вообще шикарзючий. Я сюда подсажу цветочек. Я там уже купила. Другого цвета. Чтоб немножечко желтый подсажу. И, может быть, синий. Посмотрим. Еще не решила. У меня не хватает земли вот этими всеми перелывалками заниматься. И вот здесь вот тоже надо навести порядок. Примула отцвели. Циние нужно убрать сюда в тенечек. Пусть стоят. До осени. И вот это вот все вот с этой стороны. Мне все-все нужно подкормить. То есть я здесь еще ничего не кормила. Но постараюсь сделать завтра. Ну что, девочки мои хорошие. В тюльпаны сегодня уже не сходим. Уже постно. Только вот эти могу вам показать. Красавцы. История с мышами меня покорила. Просто меня покорила история с мышами. Я никогда об этом не слышала. Если на самом деле это правда. Ну что, в каком-то роде, понимаете, есть даже от них польза. Божьи паразиты какие. Все, мои хорошие. Давайте я с вами буду прощаться. До скорой встречи на моем канале. В Доме моего счастья. Вон там написано. И до очень скорой встречи. Я очень рада. У меня очень много новых подписчиц. Просто огромное, огромное. Девочки, вам спасибо за ваши такие комментарии, которые мне цены. Я, конечно, отвечаю коротко. Отвечаю не всегда быстро. Но у меня просто вот физически я не успеваю все это делать. Но вы знаете, что я их абсолютно все читаю. И я все читаю и все про всех знаю. Все, мои хорошие. До скорой встречи на канале. Ваша провансалочка. Французская безу-безу. Нос кверху. Мы переживали не такое. И это переживем. Правда? Доброе утро, мои друзья. Вы находитесь в Провансе. Вот я уже три дня хожу над этой розочкой. Она все больше и больше открывается. У нас ветер. Посмотрите какой. Посмотрите, какая красавищная. У меня даже уже есть розочки, которые цветают. Я уже вчера насобирала первые лепестки. Да, сушка, вернее, не первые, а вторые. Но вчера я насобирала много. Смотрите, вот у меня здесь уже разложены лепестки роз. Видите, так по корзиночкам какая. Картинка маслом, скажем так, да? Здоровская. Они очень-очень ароматные. Это та роза желтая, которая у меня безымянная. Я приблизительно думаю, что у нее есть имя. Я там видела в своей энциклопедии. Но, девочки, так как я не знаю, много было догадок. Она ароматная. Она не махровая. То есть у нее большие вот такие огромные лепестки. Но они все в один как бы рядочек. Она плетистая. Вот. И я ее в этом году сушу. Потому что, девочки, ну и мы же открыли маски для лица из пудры розы. А я сейчас иду. Сейчас мы сможем будем доставать, выносить наши растюшки на улицу. Хотя сегодня опять и ветер. Но решили бы такие, которые уже большие, все равно немножко вынесем. А то, что я вчера распикировала, выносить не буду. Потому что ветерок, ветерок, я боюсь. О, он мне тут уже повыносил. Смотрите. Так. Уисон детомата. Ба, я не знаю, что вы можете его выносить. Морис говорит, он боится выносить. Поскольку из-за биржины, если он будет купить, то есть фразилика детомата. Послушайте, мы вот думаем, может быть... Ой, ой, суртуден. Особенно, я говорю, кабачок надо задействовать, он сломается. Ветер сытный. Девчонки, короче, пропустила. Ходила, ходила. Видите, посмотрите, какая хоста прекрасная просто. У меня там где-то есть даже удобрение для зеленых растений. Надо чуть-чуть тоже ее подкормить. И я думаю, господи, надо снять, надо снять. Но так уже все уже. Уже практически раскрыл. Видите, какая красавица? Здесь будут такие огромные. Вот она из больших. Будет красиво с этим фонтаном. И посмотрите на это чудо пеларгонию. Вот на этот цветок. На каких она длинных. Смотрите, какие у нее длинные эти... Ну, короче, вы поняли, да? Что мне цветоносы. Господи. У меня с головой вообще замыкание бесконечное. А вот это вот у меня хосточка. Она из маленьких. Поэтому я ее хочу пересадить в другой горшочек. У нас в земле, девочки, невозможно. У нас съедается улитка напрочь. И она вот такая вот у меня пестролистная, красивая. Вот видите, как тут зацвела лавандочка у меня. Лаванда оказалась плохой. Я ее вчера тоже подкормила удобрениями для пеларгонии. Здесь вот у меня будет целый ряд пеларгоний стоять. И вот здесь сверху, как обычно, здесь вот муж будет навешивать такой тент от солнца. И тогда моим пеларгошкам здесь будет очень хорошо. Если нету закрытия, здесь очень солнечно, они все выгорают. А у меня на террасе, к сожалению, уже не хватает места теневого, чтобы их все расставить здесь. Потом потихонечку подносим, подносим. Листочек, видите, подсох. Мы его просто берем вот так вот так и убираем. Вот этот уголочек пеларгонии я сейчас подкормлю, потому что там я все подкормила, а здесь еще нет. Но мне для этого их нужно сначала хорошенько продить. Видите, солнца нет, и вот эта вот синенькая эта маргаритка, как ее там называют, ромашулька, не хочет открываться. Ну, а эта, девочка, вот это вот просто вот богатство империи называется. Такая красота. Вот эти королевы, они, конечно, шикарные. Да такие вот все оттенки, правда? Ой, все, девчонки, сейчас некогда. Мы сегодня чистый четверг. Сегодня у нас 16 число. Шестнадцатая? Шири, уже две у нас эзо? Ну, короче, пока мне ответят. Вот. И посмотрите, какая красота. Сейчас пойду, посмотрю дату, сейчас включусь. Да, сегодня 16 число, девочка. Сегодня четверг, чистый четверг. И сейчас я немножко буду убираться в доме до обеда. У меня сегодня не надо ничего готовить кушать. И я тут же хожу, все высматриваю травку. Пошла, не пошла. Не-а. Хотя, мне кажется, что-то есть наметки. Но не-а. И собачка. И самое главное, что собака успела походить. Паразитка такая. Смотрите. Видите? Это же мига у нас походила. Паразитка. Поросенок. О. Сколько мне еще цветов высаживать? Боже мой. Мята стоит как... О, красавица. Так, а там вон мятка у меня подвяла. Видите, как цветы везде вокруг. Так, сейчас надо взять полить. Девчонки, ну что? Зацветет ли у меня? Даст ли бутончик и моя тяпочка? Ха, смешно. Ну, девочки, смотрите. Посмотрите. Видите зеленые? Вот так, подождите. Как сконцентрировано? Не фокусируется камера. Вот здесь, например. Подождите. Короче, мне Морис принес вчера две веточки. Мешать удобрение. Ну, вот это жидкое удобрение, да, размешивать. И она, смотрите, девочки, она веточка оказалась живая. Да что ж такое? Не фокусируется камера. Как же мне вам показать-то? Да ёшкин кот. Извините за ругательные слова. Короче, вот эти все почечки, девочки, оказались живыми. И я говорю мужу, а это наша шелковица, вот эта, что у нас во дворе стоит. Она уже перезимовала там у нас за этим, за сиренью. И веточка живая. И он пошел, и я говорю, иди посмотри, может у тебя там еще есть живые веточки? Говорю, ну а как вот, вот здесь вот должна быть хорошо видна, смотрите, видите? Я говорю, ну так как они размножают эти деревья, вот так и размножают. Так они уже сезон пролежали, представляете, в сухости. Ну не знаю, мы вот так поставили в водичку, пускай стоят, девочки дойдут почки, мы их тогда присадим в эту, в земельку. Вот такие у нас тут эти тяпки будут цветущие. Все, я закончила вторую часть удобрения. Короче, у меня вот это удобрение, что я вам показывала, оно было такое органическое. Ну уже Мария забрала, понес. Я вчера вам показывала, уже не пойду. Вот я удобрила все-все-все, здесь долила. И посмотрите, девочки, отмачиваю мою перечнюю мяту, потому что мой муж вчера поливал вот там травку. И я его попросила полить все мои цветочки, которые я привезла, но еще не высадила. Девочка, он мне клянется, что он вчера ее поливал. Ну, девочки, ну как он ее вчера поливал, если сегодня вся моя мята завяла? Боже мой, хорошо. Вчера точно так же вот стоит моя, мой шалпейль, это сожа, сожа виваса. Не знаю, как она. То же самое было вчера с этим горшочком. А мяту я упустила, представляете? Я не видела, что она плохо полита. Благо, что я сегодня увидела. Слушайте, если бы я потеряла еще этот огромный горшок мяты перечня, я бы точно не пережила. Моя-то девочка. Вот надо ее сажать в большой горшок. Вот земелька у меня там осталась, поэтому... Я тут сюда, девочка, пришла. Вот здесь вот это надо все почистить. Я сюда, наверное, эти... Высажу бархатцы. У меня там в одном месте кучка бархатцев зашла. Штук десять. Приду, высажу сюда. Очень будет благородно смотреться. Все это, конечно же, вычистится. Не смотрите так. И вот здесь, девчонка, смотрите, начала чистить. У меня горшочек стоит. Смотрите, что здесь. Оп-ля! А это, девочки, у меня кала. И кала такого, знаете, фиолетового цвета. Очень давно она у меня куплена. В земле они у нас категорически не растут. То есть в известковой земле она не хочет расти. Сколько я не пробовала. Каких только я кал не покупала. У нас очень хороший здесь выбор. И уже как бы и цветущие продают. И помню, мне дарили такой шикарный горшок. Большой я взяла. Здорово высадила в землю. И она на следующий год не взошла. А может быть, как вы теперь говорите, может быть, и выкопали ее эти крысы-мыши. А здесь вот она у меня в горшочке сидит, девочка. Смотрите, как хорошо пошла. Но вот только единственное, что я не знаю, надо будет подсыпать земельку. Она земля, видите, как уходит. А так вот веточками, этими иголочками все засыпалось. Вот прекрасно. Она потом у меня здесь стоит. Она тоже не выносит у меня солнца нашего палящего. Поэтому, девочки, у меня не хватает места в теневом саду. Вот в чем проблема. Короче, все это я вам показала уже. Все, я пошла, девчонки, мыть полы и протру окна. Здесь у меня еще, смотрите, как прекрасно цветет капучино. У меня там где-то еще пачечку я видела. Ну что ж такое, девочки? Ну нету резкости, вы понимаете, а руки заняты. Ладно, все, пока продолжение следует. А так хочется еще вам походить в этих цветочках мне. А здесь, девчонки, смотрите, это вот моя геранечка, которая моя новая, да, которая у нас отгоняет комариков, которая герань душистая. Очень красивый такой букетик. Я его, наверное, тут на столе в этом году и оставлю, потому что мы-то здесь кушаем, мы здесь тремся. Вот, пускай стоит, тоже красиво получается. Там фонтанчик будет, там у меня будут вести гортензии. Гортензии тоже не дала удобрения, но для гортензии у меня свое удобрение тоже нужно дать. А здесь зацвела розочка, вот эта моя безмяшка. Не могу подойти, у меня же тут травка посеяна. А сейчас с другой стороны, потому что я боюсь, чтобы она не осыпалась. Я ее полностью все собираю на... Далеко. Я ее полностью собираю на засушку. Очень ароматная роза, как никакая. Ох, какой дельфиниум! Вы представляете, какой у меня кусок там отломался? Какой красавец! Эта серединка там у него беленькая. Ну, я надеюсь, девочка, что он растет же, правда? Ну, бывает же такое, что цветы ломаются. Ой, как же жалко! Ну, ладно, расти, мой хороший, что я скажу тебе? Здесь у нас бутонов, бутонищев. Надеюсь, что-то мне не очень нравится, девочки. Не знаю, надо прийти с очками. Бутончики, бутончики наши. Красавицы наши. Посмотрите, какая роза. Офигенная. Ну, что, мне ж нигде к ней не подойти. Боже мой, аромат! Я вам не могу рассказать словами. А что ж я вам показываю таким крупным планом? Очень-очень красивая. Видите, девчонки, она быстрее всего плетистая. Я ее формирую в куст. Потому что мне здесь абсолютно некуда ее привязывать. Красивая, очень красивая. Красивая, пахучая, имени не знаю. И как мы с девочками не гадали, мы не нашли. Я когда была в розовой группе, мы разыскивали. Не подошло ничего. Но это не важно. Главное, чтобы не болела и была красавицей, правда? Вот такой вот наш сад немножечко. Вот отсюда уже красивая картинка получается. Смотрите, там у меня оливко, и там розы уже цветут. Там пеларгошки. Так неплохо получается, если вот отсюда смотреть. Здесь уже дельфиниумы входят в кадр. Вот вам и, пожалуйста, девочки. Вот вам новая картинка 2020 год. Да. Несмотря ни на что, все равно будет очень красиво. Здесь, смотрите, уже чесноки скоро зацветут. У меня их мало. У меня их был целый лес. То же самое, наверное, история одна и та же. Теперь я всем буду рассказывать, что это мыши у меня все унесли. Потому что другого-то объяснения у меня нет. Давайте приблизимся к этому красивому уголочку. Какая красота же. Какая же у нас тут красота. Вот, а девочки, вот в этой розе столько этих аленок было. Я пока сбегала за баночкой, чтобы их туда собрать. Нечаянно веточку колыхнула, и они все улетели. Здесь вот уже цветает тоже, девочки, кстати, очень ароматная роза. Я это все собираю себе на чаи. На чаи, на маски, на ванны. Везде песков в роз. Можно и так сказать. Аромат в руке вообще обалденный. Вот мое солнце, вот мое. Пожалуйста, пожалуйста, вам мой сад. А что это у меня сегодня с телефоном? Да что ж такое? Ничего не могу понять. А еще если травка вырастет, так вообще будет же звезда тень в саду. Так, вот это вот наш Павра Патрик. Очень хорошо цветет. И тоже эта роза моя несчастная. Она сидела у меня вот здесь, вот на этой клумбе. Боже мой, как она у меня болела. Я психанула, пересадила ее в бак. Она к концу сезона тоже начинает болеть девочками за то, когда она цветет. Нету места для листочков. Скоро увидим. Ну что, моя Блэк Бакара. Звезда пленительного счастья. Роза больнее не бывает. Цветет круглый сезон. Ну вот они две у меня из черных. Вот это вот черное, вот это черное. Ну не знаю, и много солнца в нашем саду. Так, а посмотрите, какой шикарный бутон. Это мадам Миян, это Пис. Это самая знаменитая роза. Мияновская роза, которая спасла мир, да, скажем так. Ой, ой, ой. И Маргарет закладывает бутоны. С этой стороны у меня немножечко есть моего клематиса. Жасминового. Может быть, это какой-то... О, девочки, она пахнет, понимаете, сладким жасмином. Она пахнет каким-то почули. Я не знаю, вот запах такой. Кстати, почули я еще не высадила никуда. Я не могу принять решение, то ли мне его высаживать в горшок, то ли мне высадить в землю. В землю боюсь вообще. Все новые растения, девочки, боюсь в землю сажать. Потому что в нашу землю, знаете, тут вот у нас валансия. Какой бутон выдает шикарный, посмотрите. Ну, скоро я буду петь с этими розами вам. Так, что у нас Леонардо да Винчи? Ну, она всегда намного-намного позже цвела. Я бутонов еще не вижу вообще пока. Я вот, смотрите, как я сюда эту бегоню всадила. Но оставить не могу. Можно было на сезон оставить, потом выкопать и унести в теплицу. Очень солнечное место. Она погибнет здесь, ей плохо будет. Бременские музыканты, девочки. Пожалуйста, вам. Имя-то моя, посмотрите, прекрасная, распрекрасная. Стоит, как солдатики. Так, вот это вот у меня бергамот. Вот это шоколадная. Девочка, на самом деле, запах, это вкус шоколада. Ах, ах, ах. Тут у меня жасмин будет тоже цвести. Очень ароматный. Я его собираю на чаи. Но у меня его мало. Он быстро отцветает. И кустик сидит неудачно. Мучается очень. Но когда цветет, аромат стоит обалденный. Единственное, что вот моя жардина, понимаете. Мне нравится это место, девочки. Ну, я ее пересадить не могу. Вон, бутончик и есть. Не тянется она. В такое впечатление, может быть, они мне подсунули не плетистый куст, а просто кустовую розу. Ну, чего она не идет вверх? Она уже за это время должна была тысячу раз вверх уйти. Вон, клематис. Тоже надо закрепить. Крематис. Ой. Ну, я все еще так и не ушла. Да, вот это вот наша ферри. Феррия, феррия. Тоже что-то я не вижу вообще бутончиков. Ну, пускай стоят девочки. Те, кто... Я вот убираю, да, слепые побеги. Когда? Вы должны знать, что если вы не уберете слепые побеги, ваша роза все равно перерастет и зацветет со временем. Вот. Но намного позже, вы сами понимаете, да? Так, вот это вот тоже еще место для этих своих... Осту этих. А здесь будет как красиво, смотрите. Виолеточка наша. Наша незабудочка. Анютина глазки. Мнения разделились, как всегда. Помните, как мы спорили про этот куст? Что-то левкой или нелевкой. Но они у нас называются... Жеруфле. Вот как вот он, оранжевый. Вот это жеруфле, вот это жеруфле. И у них, естественно, есть название на русском. Но это нелевкой, девочки. Это я уже так говорю, левкой, но это нелевкой. Это многолетник. Много-много-многолетник. А здесь какая картинка, посмотрите, получается. С ромашечками. Красота какая. Посмотрите, какой бутон у Римозы. Красиво. Девочки, у меня сегодня камера что-то... Мне нравится. То ли света не хватает, нет уже света, да? Смотрите, где лежит Мэгги. Мэгги! Слушайте, вот все мои коты, собаки всегда лежали здесь под этими цветочками. Так, напротив, прямо. Девочка наша, красавица. Девочка, сегодня чистый четверг. Я, наконец-то, мою свои окна. Послушайте. Мою и буду мыть. Смотрите, вот такое у меня средство. Французское. Не знаю, вот у нас вот такое вот ажакс. Ажакс, я думаю, оно везде есть. Трипреакс, он тройное действие. И заодно любую своими тюльпанчиками. Девочки, и мою вот этими газетами, как мы делали в своей молодости, да? Ой, лучше средства нет. И говорю своему мужу, ну, если я решила вымыть окна, значит, через пару дней пойдет дождь, сто процентов. Ну, посмотрим. И мои шикарные тюльпаны из окошка. Вот розочка вот у нас уже. А белые тюльпаны, девочки, это вообще, это нечто, правда? Ну, они все, конечно, красивые. Но белые какие-то, вот они все-таки необычные. Все, девочки, я продолжаю работать. Моя девочка красавица такая лежит, вот красивая девочка моя. Она так, слушайте, она так плохо. Ай, беги. Ну, жалко, конечно, ушла. Чего-то не фокусируется. У меня камера ничего подобного. Потому что нельзя. Вот так вот и работаем. А это уже мой второй букет. Я вам первый не показывала. Это мне Марис уже нарезал новый букетик. Посмотрите, какой он красивый, изящный. Девочки, спасибо большое еще раз говорю за то, что научили меня ставить горячую воду. Ну, действительно, букетик держится 4-5 дней. Вот тут такие у нас розы. Те розы, которые отсажены к курятнику, Марис теперь говорит, пойду я в свой сад и нарву тебе роз. Меня так смешит это все. Смотрите, как здорово. Ой, молодец! Ой, молодец! Красиво, да, девочки? Как говорится, мелочи приятны. Ну, девочки, я сегодня убиралась полдня. Даже больше, я же вчера началась. Не знаю, у меня очень грязный дом оказался. Пока все зеркала перемыла, окна. Пока это ванную комнату уже вчера начала. И, ой, короче, столько делов переделала. Все, я сейчас пойду в душ. Пойдешь сама. Сегодня уже чистый четверг. Теперь же уже самой нужно вымыться, правда? Красивая я такая. Я все вам хвастаюсь, хвастаюсь. Букетиком. Девочки, какой аромат идет. Вообще обалдеть можно. А вот здесь вот, друзья мои, это моя тетрадка для прямых эфиров. И я вот здесь вот все конспектирую. Смотрите, это я переслушивала речь нашего президента. Все себе законспектировала. Я показала Морису, он вообще с ума сошел. Здесь у меня тоже вопросы, на которые бы я хотела с вами поговорить. Не знаю, успею ли я об этом, обо всем сказать. Все и касается коронавируса, Франции. Смотрите, сколько у меня тут целая тетрадка. Когда-нибудь я буду листать и все это потом вспомню, о чем мы с вами говорили. Вот такая вот я прилежная ученица. Несмотря на критику в мою сторону, посмотрите, у меня три банки чайного гриба. Они все сделаны разными датами. Вот сегодня я переделывала вот этот с 16-го, вот там вот он 3-го числа, и вот этот вот с 10-го числа. То есть сначала будет тот, потом вот этот, и потом опять вот этот. И мы с Морисом активно пьем чайный гриб. Вы знаете, я достала чайный гриб из холодильника в спальне, там, Мэгги, который я еще ставила до поездки в мой отпуск, то есть в декабре месяце. Боже мой, это настоящий квас. А это уже мои девочки. Еще одни мои новые розочки. Вот я сушу. Вообще красиво получается, правда же? Очень нравится мне вот эта моя занавесочка с такими дырочками, да? Такие, как солнышки. И так интересно. Вот сейчас вот там тельпанчики у нас видны. Такой раз, такое в окошко. Заглянули. Еще так и неплохо видно, правда? Особенно после того, как я окна сегодня вымыла, вообще все стало хорошо видно. Девчонки, вымыла окна сегодня. Послушайте, долго возилась, потому что у нас же была пыльца, и они с той стороны там все желтые, все, все рамки и так далее. Смотрите, я уже приготовила букет, потому что завтра я буду печь куричи и пасхальные. Я приготовила, Мариса попросила. Он сходил мне любезно сорвал. Получается так красивенько. Вот, смотрите, я приготовила уже яйца. Я не знаю, сколько мне понадобится, но я знаю, что они мне нужны будут в домашней температуре. Вот, молочко тоже я достала. Пускай греется. И маслица. Тоже надо температура. Так, сахар. Все остальное, конечно, я соберу вечером. Мне нужно пересмотреть витек. А кто это у нас тут сидит, кто хочет выйти? Ты же спала, моя собака. Что случилось? Что случилось, моя девочка? Ты хочешь выйти? А я буду дома. Слышите, как у нас поет птичка? Птички, по-моему, выводят в этот момент птенцов. Так хорошо они поют. Друзья, доброе утро. Вы находитесь в Провансе. С вами Провансалочка. И сегодня пятница, 17 апреля 2020 года. Послезавтра наша православная Пасха. И я сейчас буду печь пасхальные куличи. И по новому рецепту... Ой, друзья мои, я не знаю. Послушайте, я вам показываю, что это я делаю. И все. Я вам хочу сказать, что я уже замучилась. Пока-пока. Пасхальная. Вот она очень хороша. Посмотрите, какие они у нас красавчики. Буду ли я переделывать этот рецепт еще раз? Если только у меня где-то клюнет чего-то в темечко, у меня будет свободное время. И если только я хочу попробовать в маленьких формочках, сделать много, половину съесть, половину заморозить. Потому что на самом деле нужен реально день. Это двойная порция. Возможно, одна порция будет быстрее, конечно же. Но тесто-то выходиться должно, понимаете? Я попробую сейчас, конечно. Они когда остынут, я их попробую на сахар. Так, что мне с сахаром? Я выпечку тоже люблю достаточно сладкую. Я пью не сладкий чай. Масло здесь, девочки, на миллион калорий. Сразу говорю, это не для диетиков. Но, как и всегда, я тоже говорю, я же не буду есть вот этот весь полностью, понимаете? Я с ним какой-то там кусочек, допустим, утром. Вечером есть не буду. И всё, что у меня останется, то есть мы поедим первые несколько дней, я потом это всё нарежу лусточками и заморожу. Вот я думаю, вот один уйдёт рожей. Может быть, даже два, я посмотрю. Один я отдам, приедет за яйцами зять Морисовский. И завтра, или послезавтра Морис поедет, повезёт яйца его бабулечке, которой он помогает. И я ей передам вот такую вот тоже пасочку. Пускай кушает на здоровье. Ну вот я вам рассказала, друзья мои. Короче, я не знаю, тот, кто не умеет работать с тестом, и кто нетерпелив, это рецепт не для вас. В любом случае, тогда лучше какие-нибудь дрожжи сухие, быстрее рецепты замешали и так далее. Потому что это вот возня-возня-возня. На дворе уже ночь. Вот остыли мои куличи. Теперь я уже могу их посыпать сахарной пудрой. Тихо, спокойно. Они достаточно красивые. Я их украсила всякой посыпочкой пасхальной. Вот. Ну, сахарной пудрой будет ещё красивее. И я вам хочу сказать, что мы один маленький куличик съели на двоих, вернее, на троих. С нами пробовала наша собака. Она осталась очень довольна. Ей понравилось. Сейчас я вам покажу один кулич. Как он раскрывается. Вот. Я уменьшила сахар в рецепте. И вот нам получилось с мужем то, что надо. То есть, вот нам бы сахара уже и больше было бы очень сладко. Вот. Посмотрите. Я сейчас перенесу, может быть, телефон. Вот. Ага. Вот так будет вот поярче. Отсюда. Сейчас я вам покажу, как они разламываются. На самом деле, они получились достаточно слоёными. Вот. Но вот мы с мужем, мы любим больше, чтобы вот они полежали пару дней. Посмотрите, какое тесто. Видите? Оно явно слоёное. Оно такое очень нежное. Ароматное. Я не очень слышу мёд в нём. Вот. По мне, я бы добавила ещё больше цукатовый изюм. У меня и так, наверное, грамм 400 было. Это вы всего видите, какое тесто. Такое вот нежное. Корочка. Корочка. Вообще обалденная. Поэтому вот именно вот эти вот куличи я бы советовала выпекать вот такими вот маленькими тонкими моделями, чтобы побольше было вот это вот хрустящее. Вот она на самом деле хрустящая корочка. Очень красивые куличи. Слов нет. Посмотрим, как они будут стареть. Потому что вот у меня много, да? Но я не половину, но третью часть я точно раздам завтра. Поедут в гости к внукам моего мужа, потом к знакомым, к брату мы отдадим. Ну и, короче, нам я оставлю вот этот большой куличик. Может быть, какой-то маленький. Один маленький такой. Всё остальное, конечно, раздам людям. Пускай кушают на здоровье. Я бы с удовольствием ещё умолола бы. И половинку вот этого, но я уже съела половинку. Честно вам скажу, посмотрите, какая красота. Какой он жёлтенький. Красивый, хрустящий. Так что, друзья мои, кто терпеливый, кто не боится кухни, пожалуйста. Ну, я провела на кухне 8 часов с этими куличами. И да, они вкусные, но, вы знаете, очень много посуды. Потому что здесь три как бы этапа подготовки продуктов. Всё нужно взвешивать. Нужно очень много посуды задействовать, задействовать, чтобы сразу всё приготовить. Ну, и к тому же, понимаете, эту посуду потом нужно помыть. Вот, поэтому спасибо моей посудомой. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...